Приветствую вас. Давайте разберём то, что вы написали. Помогите выстроить гармоничные отношения. Смотрите. Чтобы выстраивать гармоничные отношения, нужно, чтобы участники отношений сами были гармоничными людьми. То есть в них самих, чтобы отсутствовали противоречия. Соответственно, можно помочь обрести гармонию вам, и тогда мужчина вслед за вами потянется, если он действительно вами дорожит, если он действительно вас любит, если он действительно вас ценит. Встречалась с мужчиной 6 лет, сейчас полгода живём вместе и постоянные конфликты. Смотрите, какая история. Вы встречались 6 лет с мужчиной. Почему 6 лет? Вы не понимаете? Вот. Что есть к нему? Ну а... Раньше... Как бы... Как? Вот. Что есть? Почему так долго вы встречали? То есть... он раньше не сделал вам предложение. Вот. Понимаете? Это важно. То есть получается, что вы... значит... Поставили... себя... так... что мужчина может допустить... себя... А... Долгое... отсутствие предложения... Вам предложения... Да? Б... Мужчина может позволить... себе... с вами жить... да? Вот. Не женясь... на вас. Вот. Понимаете? Почему? Потому что вы... как-то себя так... поставили. Интересно. Что у мужчины... появилось... такое вот... чувство. Такая... возможность. Возможность. Ну... По его мнению. Дальше. А... Постоянные конфликты. Из-за чего? Он мной часто недоволен. Недоволен. Это его проблема. А... Сразу... становится... вопрос... о том... насколько вы разграничиваете ответственность. Свою ответственность и его ответственность. То есть за что ответственный я, за что ответственен он, например. А... Жениться и детей не хочет. А вы хотите? Если да, то почему? Если он не хочет жениться и детей и... А... Значит... то... Вы действительно считаете... А... Что... Он захочет? То есть вы... Правда думаете, что... Вы можете сделать что-то такое, что он захочет на вас жениться? Ну... А... Может быть. Может быть. Может быть. Может быть и так. Но... А... Устраивает ли вас... Такая ситуация... При... Который... Вас... Принимают... Условно. Не безусловно. А условно. Вот... Сами... Подумайте... На эту тему. То есть... Сами по... Ну... Посмотрите. Как вот... Ну... Как вы... Воспринимаете... Это... Считаете ли вы... Достойный... Себя... Такого отношения? Или нет? Или нет? Понимаете? Вот. Мне кажется, что это... Безусловно. Очень-очень-очень... А... Важный... Момент. Вот. Дальше идем. Так. Что я ничего не сделал из того, что на семью. А я не понимаю, что я должна сделать. Мужчина играет в игру. Которая называется... Угоди мне. И... Если бы не ты. Вот. Это... То, что... Собственно, делает... Мужчина. И... Надо сказать... Надо сказать... Что... В... 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 В этой... Игре... Которую он... С вами ведет. А... Вы не... Не выиграете. Как... Собственно... И... Заметил... Мой... Коллега... А... Ну, вам. Вот. Потому что... Ну, здесь невозможно, невозможно ему угодить, вот, невозможно угодить человеку, который ставит, ну, ставит условия. То есть, если он ставит условия, значит, всё, он ищет поводы для того, чтобы с вами не взаимодействовать. Вы на эту игру покупаетесь, для чего, почему, почему вы покупаетесь на эту игру, потому что вам что-то нужно. Я не понимаю, что сделать, что я должна сделать, а вы же считаете, что вы должны, ну, что-то сделать, помимо того, что уже сделали, он не может объяснить, потому что он не знает, если он объяснит, ему придётся столкнуться с ответственностью, а он этого не хочет. Ага, значит, так, проблема в том, что он и я работаем дома. Он раньше не хотел, чтобы я работала, говорил, что работая я не буду свободно. А почему это проблема? Долго вела свой бизнес, хорошо зарабатывала, она всегда всегда содержала, сейчас тоже. В материальном плане, на самом согласии нет. Ну, всё. Ну, вот ушло тепло и взаимоотношения из отношений. Понимаете? С точки зрения психологии нужно анализировать то, что, ну, что вот с вами происходит с вашим, ну, с взаимодействием между вами, то есть анализ взаимодействия провести. Но это требует работу. Дальше. Так, тепло и взаимопонимание ушло. Потому что, значит, вы перестали строить отношения, дополняющие друг друга, взаимодополняющие друг друга. Вышли из этих отношений в результате конфликтов, в результате своих желаний, в результате переноса как раз таки ответственности на другого человека за себя. Сейчас ищу работу, чтобы быть больше занятой. Зачем? Он так и будет дома работать, значит, мне нужно идти, и сама хочу в люди и общение. Как связано то, что он так и будет работать дома, с тем, что нужно идти вам, и то, что вы хотите в люди и общение. Я для него всегда была самая красивая, а теперь только минусы видит, говорит, что ему скучно со мной, не о чем говорить. Такое впечатление, что мужчина специально принесет вас, чтобы на фоне вас выигрывать. Опять же, игра все из-за тебя. Или скандал, который, по сути, ознаменует собой, избегание близости. То есть она актуальна тогда, когда человек избегает близости. Ладно. А дальше, значит, то, что вы были для него всегда самой красивой, а теперь только минусы видит. Ну так это, понимаете, это же опять не происходило внезапно, это же происходило постепенно. Проблема в том, что я растворился в отношениях и нет своих увлечений сейчас. А растворились в отношениях вы с какой целью? Ведь у вас же была какая-то мотивация, вы же чего-то хотели добиться, вы же выбрали для себя этот путь. Вот и давайте определим, что это за путь такой. Да, я учился в университете, получаю второе высшее образование, занимаюсь спортом, общаюсь с подругами, помогаю родственникам, занимаюсь ремонтами на даче, квартиру отца, все сама, почти не помогал с ремонтом. А мне, как девочке, тяжело было самой принимать решения. И с нуля отремонтировать дом, закупать стройматериалы, заниматься дизайнами и рабочими. Вот вы это все написали зачем? Это шалоба? Или это просто, чтобы рассказать, что вы делаете? Если первое, то извините, жалеть мы вас не будем. Если второе, то задаю вопрос. Что из всего этого вы делаете для себя? От чего во всем этом вы получаете удовольствие именно от процесса? Вот, собственно, это то, на что нужно ответить вам. А если вы это делаете по принуждению, то с какой целью? Насколько это вредит вам? Насколько это, ну, насколько... Подавляет вас, скажем так. Так, до этого я потерял мать и все семейные дела легли полностью на меня. То есть отец, в принципе, такой вот спортивный, а вы такая вот активная. И по факту, получается, что вы для своего мужчины, ну, являетесь мамочкой. Так же, как ваша мама, являлась, значит, ну, мамой для вашего папы. То есть это вот то, это вот то, что нужно понять вам самой. То есть изменить свое поведение женское по отношению к мужчине, да, перестать быть для него слугой. Так, до этого, так, из-за этого я стал менее нерадостным. То есть, по сути, запретили себе радоваться, запретили себе делать что-то для себя. Но при этом ушли вы отношениям, в которых вы разрешаете себе то, что запрещаете, вот так, в чистом виде. Так, значит, преодолела невроз своими силами. Да нет, что-то не похоже, чтобы вы преодолели невроз, потому что невроз не преодолевают. Невроз раскрывают, но не преодолевают. Хотелось бы узнать, что вы вкладываете в это понятие, ну, понятие невроз. Хочется от него хотя бы понимания, и чтобы не провоцировал всору. Вот если же вы играете в игру, всё из-за него, то есть, по вашему мнению, то он провоцирует всору, но в сорах участвуют два человека, и свою ответственность вы как бы игнорируете. Да? Вот, а дальше, я могу спать до девяти утра, он потом подскалывает полдня, он мог пойти по спересчёт, и рано встала. Это желание вас обесценить, чтобы на вашем фоне выглядеть лучше. То есть, классический такой мужчина инфантил, которого вы выбираете, потому что вы вот можете только заботиться, растворяться, и тогда это... Если бы вы обратили свою энергию на себя полностью, да? То... Вообще, никогда бы не были с этим мужчиной вместе. Так, значит, сейчас не работаю, не видеть смысла зимой вставать с 7 утра. Говорит, что я ничем не занимаюсь. Так, ну... Здесь вы как будто бы обрадуетесь перед нами. Сейчас у меня появился браслет после всех ремонтов. Судов. И забота о больном брате. Матушка Хабарт, почитайте про этот сценарий в интернете. Помогите выйти из кризиса и поменять отношения. Мы не хотим расставаться, но и так жить невыносимо. Ну, возьмите совместную консультацию у психолога, если вы не хотите расставаться. Но он тоже, он тоже должен брать ответственность, он тоже должен быть в курсе того, что вы делаете. То есть в курсе терапии, если вы действительно оба не хотите расставаться. Вот. Вы пишите, возьму консультацию у психолога, который поможет улучшить отношения и повысить самооценку. А критерии? Какие? Какие? Психолога? Этого. Ну, то есть... Любой психолог может это сделать. Любой, который у нас на сайте, любой может сделать. Вот. Вы хоть бы и критерии какие-то написали. Мне 31, ему 41. Ну, смотрите. Ага. Шесть лет назад вам было тридцать... Ой, вам было двадцать пять, ему было, соответственно, тридцать пять. Разница в возрасте десять лет. Разница в возрасте десять лет это, по сути, перенос на два. То есть вот как у вас мама с отцом в отношениях была, так же и вы ведете себя так с мужчиной. Вот. То есть вам нужно сперва выйти из сценария, который у вас есть. Сценарий. Ну, сценарий, например, вашей мамы. Которая задала, так сказать, направление вашему пути. Ну, вот. И после этого выстраивать отношения. Вот. То есть вы определите ли ставьте каких отношений хотите. Да? Это первое. Второе. Улучшить отношения. Это значит привести их в гармонию. Гармонию можно сделать только если выстраивать отношения с позицией взрослой-взрослой. Ну, то есть я плюс, ты плюс. Ага. Для этого, да, нужно повысить самооценку. Ну, понимаете, повышение самооценки это А. Повышение собственной значимости. То есть реализация в соответствии с вашей системой ценностей. и Б. Это принятие себя. Полное. Безусловно. Вот. Судя по всему этого у вас нет, потому что вы считаете, что должны быть условия, то есть реальные условия. Согласно которым мужчина возьмет вас в жены. То есть если вы, значит, допускаете это, да, допускаете это, то вы допускаете и все остальное. Вот. По отношению к себе. По сути. Вот. Понимаете? Так что, я думаю, вот так. можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помогло. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Избегайте, пожалуйста, так называемого состязательного элемента, то есть того, чтобы психологи демонстрировали вам свое умение, свои знания. Это ни к чему хорошему не приведет, вы можете просто изучить профили, посмотреть ответы, почитать отзывы и, соответственно, уже исходя из этого выбрать себе того эксперта, который вам придется подольше. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.